В бюджет следующего года внесли первые поправки. На последнем в уходящем году заседании регионального парламента депутаты рассмотрели ряд законопроектов. Что касается изменения областной казны, то планируют сократить банковские заимствования на полтора миллиарда рублей. Это сделают за счет федерального кредита. Кроме того, в бюджете предусмотрели сокращение финансирования на обустройство в регионе жителей Украины. Также депутаты одобрили решение выделить средства на погашение выплат по социальной ипотеке. Мы смогли 92 миллиона направить на ипотечное кредитование. Проблема была, потому что не все получали социальные выплаты. Вопрос как бы так же решен. И 50 миллионов мы смогли направить на кредитование наших муниципальных образований, чтобы выплатили зарплату и все остальные выплаты. На заседании депутаты также окончательно одобрили законопроект по назначению льгот оплаты за капитальный ремонт. Напомню, под действие закона попадут несколько категорий жителей. Это пожилые люди старше 70 лет и инвалиды. И будут выплачивать компенсацию из областного и федерального бюджетов. Льготы по оплате капремонта составят от 50 до 100 процентов. Речь идет о 76 тысячах жителей Саратовской области, которые с нового года теперь будут получать соответственно компенсацию платы за капитальный ремонт. Для одинокопроживающих пенсионеров старше 70 лет это 50 процентов, старше 80 лет 100 процентов и соответственно для инвалидов первой и второй группы тоже 50 процентов. Ну а самым громким на заседании думы стало решение депутатов сократить заработную плату губернатора и членов областного правительства на 10 процентов.